Спрос на работу подростков у работодателей увеличился почти втрое из-за дефицита кадров. Почитали в сервисах Headhunter и Superjob. В прошлом году Совет Федерации одобрил закон, который упрощает трудоустройство подростков 14-18 лет. Согласно документу, достаточно будет согласия только одного родителя, чтобы заключить трудовой договор. Также закон разрешает несовершеннолетним работать только в свободное от учебы время. Согласно недавнему исследованию, 83% опрошенных россиян согласны с тем, что подростки должны подрабатывать. 37% из них предполагают, что рабочая жизнь должна начинаться в 10-11 классах школы. По мнению 31% респондентов, подрабатывать стоит начинать на первых курсах вуза или колледжа. 15% проголосовали за конец обучения в средней школе. Идеальной профессией для подростков большинство респондентов выбрали работу курьером. Далее по убывающей идет сборщик заказов, аниматор, официант, продавец, консультант, работник склада, промоутер, копирайтер, репетитор. Далее идут бариста, няня и строитель. Приглашаем к разговору нашего гостя в студии Григорий Солодянкин, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот мы сказали о результатах опроса, как россияне считают, кем могут и не могут работать подростки. В законе как прописано, какие сферы доступны для подростков, а какие наоборот? Ну вот если брать по доступности, то скорее установлено ограничение. То есть не может работать подросток на работах, которые связаны с вредными и опасными условиями труда, в ночное время, связанные с переноской и передвижением тяжестей, а также на работах, которые могут причинить вред здорово-нравственному развитию. То есть это в ночных клубах, предпродажа алкоголя, сигарет, то есть вот такого рода тоже запреты есть. То есть перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями установлен нормативно. То есть есть постановление правительства еще 2000 года, номер 163, там в принципе все эти работы не прописаны. Ну признаки я назвал. Ну как бы вполне они выглядят логичные. А с какого возраста уже можно начинать работать по законодательству? Ну общий возраст 16 лет, трудовой кодекс допускает с 14 лет, но возможно также случаи, когда младше 14 лет также ребенок может работать, но это в определенных случаях, когда трудоустройство учляется в организации кинематографии, где-то постановки каких-то представлений. То есть в принципе такие тоже случаи возможны, но это исключение. Ну а вот в общей массе, да, вот с 14 лет и с 16 лет, вот два вот этих возрастных отрезка. А документы какие надо предоставить? Документы, ну в 14 лет у детей появляется паспорт, то есть это, естественно, паспорт. Должен быть также ННН, свидетельство о постановке налоговой учет и СНИЛС. То есть трудовую книжку сейчас не оформляется, она ведется в электронном виде и работатель сам ее заводит. А есть ли какие-то особенности режима труда? Режимы труда есть, то есть у нас есть требования о продолжительности рабочего времени. Она не должна превышать 4 часов для детей от 14 до 15 лет. Если ребенку 15 лет, от 15 до 16, это 5 часов. И до 18 лет это 7 часов, не более 7 часов. А службы занятости к каникулам подготавливают какие-то определенные вакансии? Да, подготавливают. У нас каждый год ведется с начала года работа с потенциальными работодателями. То есть мы взаимодействуем со всеми муниципальными образованиями, которые выходят на своих работодателей. Формируем перечень вакансий, заключаем с работодателями договоры об организации временных работ и предоставлении рабочих мест. То есть пока эта работа, ну учитывая, что у нас основной бум приходится все-таки на летние каникулы, то есть пока мы еще в процессе, скажем так, и уже более 500 рабочих мест уже готовы для того, чтобы на них можно было устроиться. Это только лишь сезонные работы или вообще сейчас можно сказать, что рынок каким-то образом меняется? В том смысле, что сегодня мы говорим достаточно часто о возникновении дефицита кадров, в том числе и в нашем регионе. Вот здесь начинают ли работодатели смотреть в сторону подростка? На самом деле да, действительно ощущается дефицит кадров и в таких условиях работодатель ищет альтернативные способы замещения кадровой потребности. Одна из них это все-таки детская занятость. С одной стороны и сами подростки желают работать, это, собственно говоря, трудовая адаптация, то есть первая работа, запись трудовой книжки и они с желанием идут работать. Эти работатели, видя, что такое желание есть и, в принципе, возможно этих детей привлечь к труду, также идут навстречу и выделяют рабочие места. Для сравнения, вот в этом году мы планируем предустроить порядка 4 тысяч подростков, то есть в прошлые годы эта цифра колебалась на уровне 2,5-3 тысяч. А вот если говорить о материальной ответственности, на многих работах, что называется, люди подписывают документы, они несут какую-то материальную ответственность. Это заверенное им имущество корпоративное, да? Здесь как? Ну, вообще, опять же, материальная ответственность, вот полная материальная ответственность, ребенок может нести, ребенок не может нести, то есть такие работы на него не допускают. То есть это, опять же, например, кассировал не может быть. Соответственно, вот общее требование материальной ответственности, то есть там, ну, чтобы, допустим, он не причинял вред имуществу, там, да, То есть она есть, то есть это, опять же, поскольку он все равно заключает трудовый договор согласия одного из родителей, то, соответственно, здесь уже вступает в силу норма гражданского законодательства, соответственно, родители также несут субсидиальную ответственность. Но, опять же, в рамках того ограничения, которое установлено трудовым кодексом, то есть там не более, по-моему, одной величины заработной платы. Вот вы уже сказали о том, что в этом году подготовлено более, ну, в районе 4 тысяч вакансий. За счет чего удалось так лихо расширить? Ну, на самом деле у нас охотнее стали к нам сами работодатели обращаться. То есть, вот опять же, вот этот вот дефицит кадровый, он подтолкнул их все-таки искать альтернативные пути решения, и в том числе вот в этом направлении. Допустим, у нас, ну, работодатели, которые, ну, ранее, допустим, с нами не взаимодействовали. То есть, как правило, допустим, в прошлые годы с нами взаимодействовали больше государственные и муниципальные предприятия. Частный бизнес сейчас тоже стал активнее в этом плане к нам обращаться, потому что стал заинтересованным. А вообще подросткам, куда обращаться, куда заглянуть, чтобы найти себе какой-то вариант подработки? На самом деле разные способы. У нас есть единая цифровая платформа в сфере занятости трудовых отношений и работа в России по адресу в интернете трудвсем.ру. Ой, они уже нашли, пока мы. Да, то есть там, в принципе, все просто. Есть раздел трудоустройства несовершеннолетних, по нему они могут подобрать себе вакансии. Ну, либо, ну, я знаю, молодежь у нас с интернета на «ты», но все-таки, если кому-то это не удалось сделать, могут обратиться напрямую в центр занятости, там также помогут подобрать работу. Спасибо большое. У нас в гостях был Григорий Солодянкин, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края. Субтитры создавал DimaTorzok